Добрый вечер на канале Бук ТВ. Большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волнует жителей областного центра, какие решения принимаются, какие инициативы реализуются. Коротко о главном. О технологиях и эксклюзивах. Самые интересные планы о проведении 4-го национального форума музеев. Открыто и откровенно практика проведения открытых диалогов с молодежью продолжена помощником президента, инспектором по Брестской области Анатолием Маркевичем. Не слышу, но чувствую, день людей, имеющих нарушение слуха, отмечают на текущей неделе. Об этом и не только. Прямо сейчас. Встречи с молодежью. Одна из форм работы представителей вертикали власти с населением. Это не только возможность сверить часы, но и определить те направления развития государства, которые будут актуальны в ближайшие годы. Это утверждение тезиса встречи помощника президента по Брестской области Анатолия Маркевича со студентами и преподавателями университета имени Пушкина. В рамках открытого общения юноша и девушки смогли задать Анатолию Мячеславовичу интересующие их вопросы, а также услышать мнение представителя вертикали власти о том, в каком направлении развивается сегодня и в каком будет развиваться в ближайшие несколько лет белорусское государство. Анастасия Ноздрин-Плотницкая продолжит тему. Добрый день, уважаемые преподаватели. Очень рад сегодняшней нашей встрече. Вы знаете, переступал университетский порог с определенным чувством волнения, потому что последний раз был в стенах родного учебного заведения 26 лет назад. Конечно же, за это время очень многое изменилось, но я считаю, неизменным остался дух творчества, науки, желание сеять разумное, доброе и вечное. С первых фраз Анатолия Маркевича было понятно. Диалог получится достаточно открытым и откровенным. Пушкинский университет – альмаматор помощника президента. С этим учебным заведением у него связано большое количество приятных и важных воспоминаний, которые помогли сформироваться как личности и сегодня занимать достаточно высокий пост. В своей речи Анатолий Маркевич в первую очередь обратил внимание на значение образования в жизни человека и как много определяет грамотная кадровая политика в школах, в университетах, в органах государственной власти. Я хочу сказать, что в Брестской области данному направлению уделяется самое серьезное и пристальное внимание. Кадры назначаются на должности по принципу умения решать проблему, по принципу прохождения профессионального пути. И благодаря данному аспекту и многим другим факторам сегодня Брестская область является лидером по очень многим позициям. И это радует. Более часа продолжалась дискуссия, в рамках которой Анатолий Маркевич отвечал на вопросы, спрашивал у студентов их мнения в отношении отдельных социальных явлений. Диалог получился достаточно многоплановым и, что немаловажно, открытым. Пусть свободного времени в насыщенном графике помощника президента не так много, общение со студентами – особый пункт. Мы всегда сверяем свой курс с молодежью. Ведь молодежь всегда так было, так и есть, передовая часть общества. Потому что время не стоит на месте, время диктует новые условия. И мы прекрасно понимаем, насколько молодежь адаптирована к современным условиям, настолько можно рассчитывать и на положительный результат. Мы должны вести разговор с молодыми людьми, мы должны общаться на понятном для их языке, для нас языке, вырабатывать общее направление, вырабатывать общую стратегию движения в развитии нашего общества. Это очень важно. И я считаю, что на молодежь возлагается очень важная и серьезная функция. Подобные открытые диалоги будут проходить и дальше в ВУЗе. Общение в формате нон-стоп интересно и молодежи, и педагогам Пушкинского университета. Имея перед глазами опыт успешного человека, который, получив высшее образование, смог реализовать серьезные проекты, у юношей и девушек появится больше желания трудиться и развиваться. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорбакуноч, Антон Луговкин, телекомпания, БУК-ТВ. Активные, инициативные, деятельные представители первичных ветеранских организаций города собрались на заседание на текущей неделе. На повестке дня большое количество вопросов. В первую очередь, вручение наград к 75-летию освобождения Беларуси. Этой медали были удостоены все те, кто ввел и введет активную патриотическую работу. Кроме того, представители первичек смогли пообщаться и обменяться опытом реализации своей деятельности. Очень интересным и полезным. Подробности в следующем материале выпуска. Совет ветеранов города сегодня довольно большая организация. Несмотря на то, что многие представители официально находятся на заслуженном отдыхе, их деятельности активно заставляют двигаться вперед, придумывать новые необычные инициативы, поддерживать друг друга. У каждой первички в этом направлении свой интересный опыт работы. Обменяться им, а также поговорить о будущем организации собрались в круглом зале горосполкома лидеры объединений. Это семинар, мы его проводим впервые за три года нашей деятельности. В смысле деятельности в новом составе, избранном на последний отчет на выборной конференции. В городе созданы 223 первичных организации. И вот мы пригласили для участия в семинаре председателей 223 ветеранских первичных организаций. Цель семинара, и это все в семинаре у нас прозвучить, это обобщить опыт лучших первичных ветеранских организаций и рекомендовать их для использования в работе всем остальным председателям. Сегодня ветеранские организации проводят большую работу с молодежью. При этом активно занимаются поддержкой седовласых героев Великой Отечественной войны. Вместе с представителями вертикали власти, дипломатическими миссиями, общественными организациями, руководство совета проводит большое количество мероприятий, важных и нужных этим людям. В городской ветеранской организации 43 800 человек, у нас очень крупная ветеранская организация, это 57% охвата, потому что если исходить из того, что пенсионеров в городе 77 тысяч, а нас 43 800, то охват ветеранским движением составляет 57%. Поэтому речь идет о социальной защите тех, кто в этом нуждается, в оказании различного рода помощи. Сегодня средний возраст ветерана Великой Отечественной войны 95 лет. Если раньше они решали самые обычные бытовые проблемы самостоятельно, то сейчас им требуется помощь. Это сиделка, это соцработник, это ремонт телевизора, это уборка двора от снега, это покос травы и так далее. И мы в эти все вопросы включаемся, естественно, с помощью председателей первичных ветеранских организаций. Конечно, одним из самых торжественных моментов мероприятия стало вручение наград к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Каждый, кто в этот день выходил на сцену, проводит большую патриотическую работу с молодежью, активно участвует в жизни города. Мы переживаем, в чьи руки перейдет страна, да, так, если крупно говорить, серьезно, и без заискиваний, потому что это и вправду. Вопрос жизни и смерти любого государства, любого народа, насколько последующие поколения будут преданы тем идеям, которым служили их отцы и деды. Что для этого делают, не только, скажем, лично, да, или только члены комиссии, но в целом ветеранский состав нашего района. Это встречи, прежде всего, с молодежью, и начиная со школы, когда практически в каждой школе кто-то из ветеранов. Мне лично тоже доводится бывать, и нас приглашают. Часто мы сами инициативу проявляем. К курсу большой организации Совета ветеранов города один – сделать все возможное, чтобы жизнь людей, отправляющихся на заслуженный отдых, была достойна их возраста, их положения, их жизненной позиции. И то, что так будет, сомнений не вызывает. Ведь каждый из тех, кто входит в ветеранское движение, душой болеет за эту миссию. И делает все возможное, чтобы быть активным и инициативным для своего коллектива. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Букуночин, Луговкин. Итоги недели. К другим темам. Международный день глухих отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. Цель этой даты – напомнить о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие и слабослышащие люди. В статистике нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, болезни или врожденных пороков. В Брестской областной организации Белорусского общества глухих более одной тысячи инвалидов по слуху. Среди них порядка сотни детей. В преддверии даты наши корреспонденты узнали, как и чем живут брещане-инвалиды по слуху, где работают и какой отдых предпочитают. Все подробности прямо сейчас. Каждое утро брещанка Алина Барткевич спешит на работу. И это именно тот случай, когда с радостью пообщаться тет-а-тет с молодой женщиной невозможно. Она не слышит с детства. Нарушение слуха – это третья группа инвалидности, которая не исключает возможности трудиться. В трудовой книжке Алины Барткевич всего одна запись. Вот уже 27 лет брещанка работает в стоматологическом отделении первой городской поликлиники. Я училась в зубной технике на Украине, город Херсон. Получила диплом. Я не желала работы, потому что мы не нашли работу, искали, искали. Потом подумали попробовать поехать в Беларусь. Беларусь, город Брест. И получилось, что я сразу нашла работу, дали общежитие, вышла замуж, родила дочку. Я здесь работаю уже 27 лет. Мне очень нравится работа, привыкла, интересная, особенная работа. Например, врач переносит работу. Смотришь сразу, ну, как бы общаемся по губам в основном. Если что-то непонятно, мы переписываемся. Зубные коронки, протезы, штифты. Технологию изготовления зубных челюстно-лицевых аппаратов она знает от и до. К делу подходят не только с профессионализмом, но и с душой. Коллеги говорят, что природа лишила ее возможности слышать, но наделила другими способностями и качествами. Заслуги брещанки были не раз отмечены. Работы у нее, как правило, отличаются от других. Они красивые. Вот золотое сечение, вы знаете, такое есть. Вот форма зубов, цвет зубов, расстановка, улыбка. Ей не надо лишний раз указывать. Она сама сделала, пришла, посмотрела, показала и говорит, вы меня пригласите, когда будет пациент, я сама посмотрю. Может быть, я что-то изменю. Она так подберет цвет, так подберет форму, прямо при пациенте что-то исправит. А иногда даже остается после работы, не в свою смену, говорит, может быть, надо будет что-то поправить. Я вот хочу сама посмотреть и изменить. Вот в этом плане она очень ответственная. Люди с нарушениями слуха находят себя в здравоохранении, в сфере услуг и трудятся на различных предприятиях. Они не только умеют полноценно работать, но еще и отдыхать. Правда, досуг у них тоже достаточно активный. Инструктор по спорту Бреско-областной организации Белорусского общества глухих Михаил Новик на своей должности 19 лет. Сегодня мужчина планирует очередное соревнование, которое состоится в Барановичах. Легкая атлетика очень развита в Бресской области. У нас имеются лучшие спортсмены даже в республике, состоят в национальной команде. Волейбол у нас очень хорошо. Пляжный волейбол среди мужских команд. Мини-футбол очень любят. Конечно, в обществе глухих не все так радужно, как могло бы показаться. Брестская областная организация остро нуждается в собственной спортивной базе. Не хватает переводчиков жестового языка. В Бресте скоро должен открыться центр информации для людей с нарушением слуха. Его главными сотрудниками будут переводчики. Их задача – быть круглосуточно онлайн в Скайпе. Они будут проводниками между инвалидами и сотрудниками различных организаций. ЖЭСов, милиции, скорой помощи словом будут всегда рядом, чтобы объяснить, что хочет сказать каждая из сторон. Заболел человек ночью плохо. Он куда бежит? К соседям, стущит, сказать не может, глухой. А сейчас будет все очень просто. У него есть мобильный телефон. Он пишет в Субмиску. Он выходит на Скайп, он уходит в Абер. Переводчик круглосуточно работает. Три часа ночи на Скайпе звонок. Просим вас вызвать скорую помощь. Все, переводчик вызывает скорую помощь этому больному. И потом очень, смотрите, связь. Скорая помощь приезжает к этому больному. И вот на связи трое, переводчик жестового языка на Скайпе, больной в квартире и врач. Врачи общаются с переводчиком, переводчик объясняет глухому. Да, они не слышат, но хотят быть услышанными. Появление на городской карте Бреста от такого центра планируется до конца этого года. С 4 по 6 октября Брест примет одно из крупнейших культурных событий страны. Здесь состоится 4-й национальный форум Музея Беларуси. Право провести на своих площадках такую масштабную встречу город Брест получил по нескольким обстоятельствам. Во-первых, в этом году областной центр отмечает свое тысячелетие, а значит, он соответствует уровню города с большой историей. Во-вторых, город над Богом знаменит своими музеями. Брестская крепость, Бересте, музей паровозов. Перечислять этот список в масштабах региона будет еще дольше. В преддверии грандиозного историко-культурного события для представителей средств массовой информации прошла пресс-конференция, в рамках которой были освещены основные аспекты проведения форума. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая провела свой мониторинг и узнала, что нужно для того, чтобы музей был популярен. Все подробности в следующем материале выпуска. Вот и попал этот купец в непроходимые болота. Что делать? Приказал он ободрать березой и берестой дорогу выкладывать. Так и спасся. Когда продал купец товар и возвращался назад домой, остановился на том самом месте и принес языческим богам всевозможные дары. Здорово, конечно, но только мультипликации рассказать об истории древнего Бересте невозможно. А вот увидеть воочию элементы старого города можно, посетив археологический музей Бересте. Кстати, теперь по его улочкам можно побродить. Правда, виртуально. Для этого в музее есть специальные очки с дополненной реальностью. Одна из самых ярких фишек обновленной экспозиции – это специальные очки, посмотрев которые, можно почувствовать себя горожанином 13 века. Элементы дополненной реальности и мультипликация сегодня уже неотъемлемая часть экспозиции многих музеев. После реконструкции в Бересте появились специальные QR-коды, наведя на которые любой посетитель экспозиции может узнать все о ее особенностях на пяти языках. Со временем здесь обустроят и кинозал, где будут демонстрироваться интересные исторические ленты. Работы по капитальному ремонту или экспозиции музея шли не один год. Начались они еще в 2016 году. Ремонтные работы проводились два этапа. На первом этапе были заменены стеклянные фасады на однокамерные стеклопакеты и сделана естественная система вентиляции, что существенно, конечно, улучшило микроклимат в музее. В прошлом году и в этом году шли большие работы по благоустройству территории вокруг музея. Она стала совершенно новой, информативной, информационной. Появились новые стенды с информацией о истории Бреста и Брестского замка после XIII века. Музей Берестия стал площадкой проведения пресс-конференции для представителей средств массовой информации по вопросам организации Четвертого национального форума. Такое масштабное событие бесспорно соберет огромное количество увлеченных историй ученых и краеведов. Конечно, главная цель мероприятия – наладить более тесное взаимодействие между учреждениями культуры страны, поделиться наработками, обменяться идеями. Кроме того, в рамках форума состоится конкурс. Будут названы самые интересные коллекции страны. Увидеть это сможет любой желающий. Вход на мероприятие, которое, к слову, пройдет на территории областной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва, будет открытым. 4 по 6 октября состоится 4-й национальный музейный форум, в котором примут участие более 120 музеев Республики Беларусь. Это и национальные, республиканские музеи, музеи районные, музеи городские. То есть, в эти три дня будут показаны практически все музеи нашей страны. Ну и будет проходить форум под таким девизом, что музей, наука, инновация, коммуникация. Активное участие в форуме примет и один из самых популярных комплексов Бреста – «Священная цитадель». Практически каждые два года здесь открываются новые экспозиции, рассказывающие о жизни крепости, в вехах ее зарождения, людях, живших на ее территории. По мнению директора мемориала Григория Басюка, при формировании экспозиции сегодня нужно уделять внимание и технологиям, и исторической составляющей. Мы живем в современном мире, и наряду с традиционными музейными технологиями надо использовать, но так очень аккуратно, мне кажется, подходить к инновациям и новым музейным технологиям сегодня. Не хотелось бы превращать, ну не скажу, что это у нас повсеместно, но иногда встречаешь, когда в музейных экспозициях или, да, в музеях очень много современных технологий, которые, наверное, не всегда дают возможность сосредоточиться на каком-то предмете, на каком-то документе историческом, важном. Да, молодежи интересны, и видео, и гаджеты, и прочее использование это надо, но, может быть, я скажу, дозированно это подавать. Удивить планируют свои гости и музей истории города. Да, именно его фонды совсем недавно пополнила уникальная Брестская библия. Но не только это приятно порадует посетителей. Сегодня рядом с аутентичными экспонатами 18-го, 19-го, начала 20-го веков соседствует высокотехнологичное зеркало, которое выполняет не только эстетическую функцию. Уникальная IT-новинка рассказывает о моде Брест-Литовска на рубеже веков. Не случайно в нашем музее появились такие инновационные решения некоторых экспонатов, как, допустим, вот такое интерактивное зеркало, глядя в которое оно выполняет и функциональное свое предназначение. Это просто зеркало, но если посетители проходят мимо него, движение оно срабатывает, и там можно увидеть наших горожан, живших в нашем городе. Одно из главных музейных событий пройдет в городе с 4 по 6 октября. Не упустите возможность прикоснуться к удивительному и уникальному. Анастасия Настерин-Плотницкая, Павел Молошонок, Эдуард Букуноч, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Мировая общественность 28 сентября отмечает Всемирный день борьбы с бешенством. По данным Всемирной организации здравоохранения, оно регистрируется более чем в 150 странах мира. Республика Беларусь не исключение. Большое внимание ветеринары и эпидемиологи уделяют выявлению фактов бешенства. Что нужно знать об этом заболевании, как уберечь себя и своих любимцев, расскажут наши корреспонденты. Бешенство – вирусное заболевание, поражающее домашних и диких животных. Этому подвержены все теплокровные – коты, собаки, еноты, мыши и другие. Оно передается животным и человеку посредством тесного контакта со слюной зараженных животных. Когда симптомы болезни развиваются, бешенство, к сожалению, имеет стопроцентный летальный исход. В 2019 году за первое полугодие только зарегистрировано случаев укусов от животных 286. Из них детей до 14 лет пострадало 67 от укусов. Притом от известных животных число случаев укусов составило 165, от неизвестных – 121. В 2019 году на территории города Бреста случаев бешенства среди животных не было зарегистрировано, а вот в Брестском районе у нас был один случай бешенства лабораторно подтвержденный у дикой лисы. Прививка от бешенства является единственной необходимой вакциной, которую люди должны делать своим животным. Данная процедура особенно необходима охотничьим животным и тем, кто живет в зоне, прилегающей к лесным массивам. Прививать животное следует ежегодно, но если вдруг вашего любимца укусили, есть перечень необходимых манипуляций. В первую очередь, что нужно делать, это обратиться в государственную ветеринарную станцию. Значит, животное должно быть подвергнуто какому-то карантину. Значит, самостоятельно нужно удостовериться, что у вас не было никакого контакта со слюной животного, с открытыми вашими ранами, чтобы оно точно вас никак не кусало, не сарапало, ничего с вами не делало. Вот, животное помещается на карантин в течение 10 дней, потому что обычно развиваются клинические признаки именно за это время. Вот, ну и если можно сделать какие-то профилактические вакцинации, они, конечно, делаются. Не случайно ветеринарную клинику брещанин Алексей привел своего верного друга и помощника пса по кличке Бакс. На вакцинацию они приходят раз в год на протяжении нескольких лет. Обязательная процедура для каждой собаки, для любой воспитанной, которая спокойная собака, для любой, я считаю, это нужной процедурой, потому что раз в год проходим это мероприятие. Безусловно, осведомленность горожан радует и дает право сделать позитивный прогноз на будущее. Прививая свое животное, вы делаете осознанный вклад в создание безопасного общества. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об актуальном. В конференц-зале Брестского областного центра Олимпийского резерва по гребле состоялась торжественная встреча ветеранов спорта, заслуженных тренеров БССР и Республики Беларусь, чемпионов и призеров Олимпийских игр, выдающихся спортсменов Брестской области. Мероприятие, приуроченное к тысячелетию города, предшествовал праздничной встрече, семинар-совещание, который провели руководители и активы ветеранских организаций области, ветераны физической культуры и спорта. С подробностями Ирина Кузьмич. В рамках заседания в зале собрались заслуженные ветераны спорта, тренеры Беларуси, учащиеся Олимпийского резерва и многие другие. Такое совещание давно приобрело статус традиционного. На семинаре участниками обсуждались актуальные проблемы спорта и их решения, рассматривались организационные вопросы и происходил обмен мнениями. Участники семинара составлен так маршрут, что мы проедем по всем объектам, которые были приурочены к празднованию тысячелетия. Это и западный обход, это и набережная, это мы посетим училище Олимпийского резерва, футбольный манеж, прекрасный фонтан возле кинотеатра Беларусь и ряд объектов. Торжественная часть мероприятия началась после посещения спортивных городских объектов. Брестский областной центр Олимпийского резерва по Гребле собрал в конференц-зале заслуженных тренеров БССР, ветеранов спорта Республики Беларусь, выдающихся спортсменов Брестской области. Чествование таких известных людей, как Сергея Макаренко, Леонида Тараненко, Бориса Исаченко, Наталья Егела и многих других проходило под шумные аплодисменты зрителей. Опоздравлял их заместитель председателя Брестского областполкома Геннадий Борисюк. Брест – это спортивная столица, благодаря своей инфраструктуре, которая сделана, объектов. Об этом мы все тоже хорошо знаем. Я бы сказал, что сегодняшнее мероприятие – это составляющая часть. Потому что для того, чтобы у нас были победы, для того, чтобы у нас была, ну скажем так, талантливая молодежь, мы должны помнить о том, кто закладывал фундамент. И вот олимпийские чемпионы, которые сегодня присутствуют, тому подтверждение. Изюминкой мероприятия стала презентация книги, изданной специально к «Миллениуму». «Город над Бугом. История, спорт, достижения» – такое название у презентованного спортсменом издания. Подготовлено оно авторским коллективом под руководством кандидата педагогических наук Владимира Николаевича Кудрицкого. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде. На ближайшие дни я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 29 сентября погода города Бреста будет определять область повышенного атмосферного давления. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, умеренный. Днем порывистый. Температура воздуха в ночные часы плюс 10, плюс 12. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17. 30 сентября на большей части территории дожди. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Днем порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 18. Субтитры подогнал «Симон»!